всем привет сегодня в продолжение к их предыдущим темам я просто вкратце покажу примерчик много поточной загрузки файла из интернета у меня уже был такой пример когда мы использовали куру библиотеку куру для загрузки файлов здесь такой небольшой примерчик здесь просто тупо вырезаны куски из одного проекта они вырезаны и они вырезаны так что конечно же здесь можно сказать что кто же так пишет я соглашусь так никто не пишет но так как я же не могу предоставить куски реального проекта это будет как минимум некрасиво поэтому здесь тупо вырезанность определить только нужной части тупо вставлены в один файлик соответственно этот код подвержен ошибкам здесь есть нестабильной ситуации иногда проявляются но тем не менее он просто в качестве примера он демонстрирует как можно загружать но в данном случае с курлом здесь пример может быть не очень удачен потому что в нашем проекте мы для загрузки для многопоточной загрузки не используем асинхронные задачи то есть это продолжение к темам задач то есть здесь загрузка происходит не с помощью потоков std thread а с помощью вода где он где ну где ну где ну сейчас сейчас а с помощью задач либо в одном потоке либо асинхронно в других потоках почему мы не используем у себя вот этот либо вот этот способ потому что используется курл у курла есть такая особенность что при многопоточном программировании то есть курлы возвращают вот такую штуку где тут get handle сейчас курл из и нет так вот если разбить файл который загружать там на 4000 частей ну начанки да и каждую часть загружать отдельно в отдельном потоке то если использовать задачи в асинхронном режиме планировщик сам решает сколько создать потоков для этих задач он может это к примеру прикидывать по времени выполнения первой задачи он может посмотреть что первая задача выполнилась там за полсекунды соответственно он может нас создавать 100 потоков ну грубо говоря это грубо говоря это может быть далеко от реальности но 100 потоков курл не любит когда очень много у него содержится handle то есть курл возвращает некий handle по которому мы задаем его настройки и выполняем какое-то действие так вот здесь этих handle много то иногда происходят проблемы а проблемы следующего характера приложение просто падает при попытке очистить handle либо что-то подобное соответственно в потоках я четко контролирую количество handle 8 потоков максимум 8 handle здесь же проконтролировать четкое количество я не могу я конечно же могу когда я ну это мне типа пул объектов handle когда вот здесь get handle я у меня есть видео по поводу пула объектов в паттерн пул объектов если кто не видел посмотрите чтобы я вот это не объяснял так вот вот здесь я конечно же могу заставить все задачи ожидать пока количество используемых handle не будет меньше 8 или 10 новость но не знаю даже смысл тогда смысл для в этой асинхронности если все равно там где-то будет блокироваться ну короче что я здесь делаю давайте вкратце этот исходный код будет лежать в папочке others на гитхабе вот у меня есть там ветка будет он себе пиев себе пи азерс и вазер салон есть куру мульти трэда лодер и здесь куру асинг даун лодер но многопоточном загрузки вот в этом примерчик акуру мульти трэда лодер тут используется потоки и там тоже безобразным образом она используется все качается там файл разбивается на три или на четыре части это качается в отдельной части потом эти файлы мержится то есть сливаются ну такое понятное дело иногда да не то что иногда чаще всего я не смогу приводить какие-то реальные куски из реальных проектов поэтому иногда да можно сказать кто же так пишет ну это никто так не пишет это в качестве примера вы всегда сможете допилить либо же самое главное вам уловить идею короче что я тут использую я здесь еще используем файловую систему то есть возможность c++ 17 это std file system для чего я это делаю но это пространство имен курл нс здесь я просто инициализирую курл и все такое думаю разберетесь загрузчик что такое загрузчик но это все тоже курл это вот callback это настройка курла это там получение скорости здесь ничего особенного нет ну да здесь единственно вот есть функция где где а вот когда часть скачал то что я делаю у меня есть файлик и при записи в этот файлик я используем youtube сблокирую вывожу на экран что часть закачалась и делаю unlock так вот в этот файлик я записываю скаченные данные так как я использую задачи на основе асин ну асинк 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 вот std launch асинк либо просто std launch но мы сейчас это разберем так вот если эти задачи вот в этом случае будут запускаться планировщиком то сколько этих задач запустится какой порядок как они придут в какой последовательности сначала первое выполнится либо сначала 100 а а только потом первое как бы меня не волнует соответственно мне нужно мне нужно как-то эти данные все-таки упорядочивать потому что sky файл то я скачиваю и мне нужно чтобы данные лежали в той в той последовательности в которой они лежат на сервере так вот что я для этого делаю смотрите я определяю текущий путь ну ну это размер файла дальше я создаю хэш по урлу но по полному пути к загружаемого файла дальше беру текущий путь по текущему пути плюс хэш создаю директорию дальше проверяя если в этой директории файлик если его нету но есть это ну и файлик создаю то есть директория хэш это какой-то набор чисел и внутри этой директории точно такой же набор чисел но уже как файлик так вот если этого файлика нету я его создаю обрезаю там все такое и использую возможности плюс 17 именно файловой системы создаю файл определенного размера какого размера но такого размера каким он лежит на сервере то есть по факту создается файл с нужным размером ну и там просто мусор дальше кстати вот это наверное не надо было бы и вот это все тоже не надо было бы надо было бы просто сделать вот так вот и все ну потому что здесь она не нужна так созданный файл все данные обрезал и изменил размер файла чё я делаю дальше я разбираю разбиваю размер файла на чанк сайт что такое чанк сайт данном случае чанк сайт это у меня каким по каким частям закачивать файл данном случае я закачиваю по 128 килобайт то есть если файл длиной грубо говоря тысячу 280 килобайт да получается не байт 1 и 280 мегабайта то будет 10 частей если 128 мегабайт ну грубо говоря да то это будет тысяча частей соответственно это тысяча тасков тысяча задач будет так вот я по маленьким частям закачиваю то есть тупо по чанкам по 128 килобайт сейчас пересмотрите я закидываю все эти задачи в очередь закинул задачи и они начинают выполняться каждой задачи говорю range и номер задачи что такое range но мне курлу надо сказать от каких до каких качать то есть если я разбиваю файлик то есть ввожу понятие чанки то и если каждый чанк по 128 килобайт то мне надо закачивать к примеру от нуля говорить но посредством http запроса курл это умеет делать то мне надо говорить дай мне данные от от сих до 024 умножить на сто двадцать восемь там минус один вот так это первая часть следующая часть будет какая вот такая дальше чё у нас плюс вот это минус один ну я думаю вы понимаете да вот так вот разбитый происходит как бы разбилка и дальше я серверу тупо говорю эти range и он не возвращает соответственно много по точном режиме я качаю по маленьким кусочкам и так как же сделать так чтобы все наложилось в той последовательности в которой лежит на сервере смотрим вот скачалась какая-то часть я смотрю какая часть номер а иди дальше умножаем на чанк сайс дальше делаю сик у файла в данном случае использую f-stream в этого файла у объекта этого типа есть такая функция сикп есть там еще функции сикже но что такое сикп сикп это мы перемещаем для операции записи а есть еще сикже сикгет это мы можем переместить позицию для чтения и начинать читать так вот я перемещаю то есть это нулевая часть 0 умножить на чанк сайс значит переместиться в начало файла и я запишу первую часть в самое начало если это к примеру сразу придет третья часть значит 3 умножить на часть чанк сайс значит грубо говоря файл поделен на такие зоны если пришла нулевая часть вот будет начало если пришла третья часть то я запишу сюда если там еще какая то то вот сюда соответственно каждая задача которая выполняется она синхронно пишет вот куда какая часть скачалась туда и пишется соответственно файл наполняется там кусочками то есть не в асинхронном режиме и этим достигается скорость скачивания то есть здесь никто ничего не ждет единственное просто блокируется операция для того чтобы 2 и 3 и более одновременно потоков не попытались выполнить вот эту операцию потому что тогда будут проблемы если даже программа не упадет то в файле будет какой-то мусор и и и давайте посмотрим что мы посмотрим вот есть примерчик но я думаю вы тут разберетесь больше особо тут колупать нечем самое главное чтобы вы уловили идею идею смотрите загрузка с помощью асинг просто обычных тасков в этом случае все выполняется в одном потоке ну давайте запустим и посмотрим вот курл проинициализировался вот айди главного потока как мы видим это айди совпадает с айдишками тех потоков в которых выполняется задача то есть по факту все синхронно закачалось по очереди и все закачивалось нам десять с половиной секунд но она закачивалась бы быстрее если бы мы не выводили еще вот это на экран на это тоже тратилось время ну короче в среднем десять с половиной секунд и смотрим части от 0 до 131 131 262 и так дальше и так дальше теперь посмотрим вот у нас качался этот файл это тупо тестовый файлик который есть сервера на которых лежат есть определенные ссылки и по этим ссылкам можно тестировать ну если вы разрабатываете что-то подобное можно тестировать там загрузку да в данном случае это вот вот здесь я взял download, applied mask, com, sites, default и там есть куча файликов всяких для тестирования это какой-то zip архив в данном случае вот он вот я его открываю все до байта у нас как бы все скачалось до байта как я еще проверял все ли скачалось и в той или последовательность я использовал вот такую вот функцию ну инструмент то есть в линуксе в Ubuntu я поставил такую штуку webbind.div и я указываю файл оригинала и то что я скачал и запускаю в данном случае там нажимаю enter 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 это вот red next difference если бы где-то порядок байт даже не порядок а значение каких-то байтов было бы другим то оно подсветилось бы красным в данном случае никаких красных я этих не вижу значит я знаю что файл полностью соответствует тому ну который лежал на сервере ну давайте из ой x попробуем изменить нажму f3 так hex редактор и давайте я поменяю поменяю а как поменять что-то не меняется raw формат если 8 ничего не а подождите вот f2 нажимаю а вот смотрите я меняю все на двоечку так теперь сохранить f6 теперь выйти f10 и теперь блин и теперь скопируем и теперь применим это приложение этот тулзу так сказать как мы видим она сразу нашла несоответствие есть позиция начиная с которой файлы эти различаются так вот сейчас у нас мы закачали это все с помощью просто задач в текущем потоке а теперь все это запустим с помощью std launch asin то есть все эти задачи все зависит от того насколько большой файл в данном случае размер я делю на количество чанков да ну давайте давайте где тут где тут где тут сейчас так подождите-ка сколько у нас задач получится а вот же чанк каунт в данном случае 153 задачи то есть 153 чанка 153 части получилось теперь вот сейчас все эти 153 задачи будут выполнены асинхронно в других потоках ну давайте попробуем так давайте я это удалю и вот это удалю и потом сравним все ли закачалось или нет итак запускаю как мы видим скорость загрузки ну прошлый раз было 10 с половиной секунд в этом случае 3 и 2 секунды и что мы здесь видим ну первая часть и вторая как бы синхронно загрузились а вот это уже явно это не третья не четвертая часть это скорее всего пятая или какая ну короче это все выполнилось асинхронно дальше вот айди главного потока а это айдишки тех потоков в которых выполнялись эти задачи планировщик сам решил в каких потоках выполнять то есть он создает эти потоки и выполняет соответственно мы я не знаю сколько реально потоков работало над этим всем но в целом как вы видите все задачи выполнились асинхронно но с применением вот такой технологии или вот такой уловки или не знаю какой сейчас сейчас я покажу когда я создаю файл сразу его создаю нужного размера а дальше приходит часть я перемещаюсь туда закинул эти данные и иду дальше то есть мы за 3 секунды скачали этот файл в архив он вот так заходит давайте сравним с оригиналом различий нет все скачалось ну поэтому на сегодня все думаю это будет кому-то полезно но с курлом здесь пример не очень удачный а лепить пример без курла как-то у меня нет времени поэтому на данный момент у меня просто большая загруженность и я что-то беру из реальных проектов но беру это так что просто вот взять и скопировать это в какой-то ваш реальный проект не получится здесь очень-очень много могут быть нюансов и нестабильности поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока